Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Ирина Ватрунина, председатель комитета по культуре и администрации Одинцовского городского округа. Здравствуй, Ирина! Здравствуй, Маша! Рада видеть тебя в нашей студии. Сегодня непростое для всех нас время, и, конечно же, учреждения культуры не остались в стороне, и тоже их коснулся режим самоизоляции. Как сегодня работают все наши учреждения? Как работают сотрудники? Потому что я знаю, что они, конечно же, не сидят без дела, и, находясь на самоизоляции, они продолжают активно трудиться. Совершенно верно! Мы продолжили свою работу, только немножечко в другом формате. Теперь мы активно вышли в сеть интернет. И продолжаем организовывать досуг жителей нашего округа. Попосредством сети интернет, мастер-классы, концерты, интересные познавательные программы. Наши сотрудники учреждения культуры теперь все стали телеведущими, все стали артистами кино. Наши профессии, сферы культуры, они, конечно, очень синтезированные. И если раньше мы были один на один с нашими воспитанниками, подопечными, тем, кто приходил на наши программы, смотрели глаза в глаза, сразу был виден обратный отклик и, как бы, что называется, прямое общение, прямая речь, она была в диалоге. А теперь мы зачастую выходим в одностороннем порядке. То есть мы предлагаем какой-то интересный контент для своих потребителей, не зная, какая будет обратная реакция. Ирина, как вы оцениваете количество людей, которые присоединяются к вам посредством сети интернет? Конечно, по количеству просмотров, по числу просмотров под постами в социальных сетях. Но и по отзывам мы же очень ждем комментариев. Нам нравится, когда комментируют нашу работу. Потому что работа сейчас стала невероятно разнообразной. И если раньше мы могли увидеть работу сотрудников сферы культуры, придя в Дом культуры, в школу искусств, в парк, у себя по месту жительства, поближе, где поудобнее, то сейчас у нас есть прекрасная возможность увидеть весь спектр культуры, который охватывает Одинцовский городской округ на всем пространстве, географическом пространстве нашего округа. Потому что раньше, может быть, не было времени обратить на это внимание. Раньше, может быть, не было особого и желания задуматься о том, чем занимаются жители в домах культуры, или в школе искусств, или в музыкальной школе, или что интересного происходит в парке. Например, жители Одинцова в Захаровском парке или в Зенегородских парках. А теперь, конечно, находясь дома, мы очень много времени уделяем интернет, пространству, ищем там и себя, и события, которые связаны не только с тем, что сейчас происходит в стране. Конечно, мы хотим себя немножечко развлечь, получить что-то интересного, может быть, чего-то необычного. Нагрузка на работников сферы культуры, она, в общем-то, возросла за последнее время. Безусловно. Безусловно, нагрузка стала гораздо больше. Мы вышли из привычного контакта напрямую с нашими посетителями наших учреждений. Теперь, для того, чтобы правильно откомментировать ту или иную задачу, нужно делать это в письменном виде. Например, преподаватели школ искусства, музыкальных школ, они по-прежнему продолжают занятия со своими воспитанниками. И для того, чтобы правильно откомментировать то или иное домашнее задание, нужно его оформить уже и в текстовом виде, не только на словах, более развернутые, дать комментарии в текстовой форме. Понятно, что прямая связь онлайн, она предполагает, особенно если это музыкальный инструмент, немножечко другую форму, мягко говоря, немножечко другую форму. Как мы там услышим? Все-таки сети, они искажают. Мы все прекрасно понимаем, звук не идет такой чистый, когда мы находимся тет-а-тет. Словно, преподаватель и ученик, это идет посредством, например, телефона или того же WhatsApp. И, безусловно, одна и та же нота может звучать совершенно по-разному. Конечно. А когда мы привыкли к хорошему звучанию живых инструментов, конечно, преподаватель это немножко коробит, немножко коробит наших воспитанников. Но в любом случае уровень требований не снижается. Преподаватели не снижают уровень требований ни к себе, ни к своим воспитанникам. С тем, чтобы, когда ситуация уже у нас выйдет на благоприятную стезю, и мы встретимся, наконец, глаза в глаза со своими посетителями, потребителями наших услуг сферы культуры, с тем, чтобы наш уровень не только возрастал. Я уже сказала о том, что сейчас сфера культуры активно работает, создаются новые проекты, новые формы. Расскажите, над чем работаете сейчас? Очень много интересных историй появилась в сети интернет. Творчество, оно всегда созидательно. И, несмотря ни на какие катаклизмы, сфера культуры, она всегда движется вперед и всегда нацелена только на развитие. Невероятно интересные челленджи предлагают наши дома культуры. Кстати, вот такое слово новое появилось у нас. Именно сейчас популярным стало такое слово «челлендж». Что это такое? Это когда мы выполняем определенное задание, отражаем его в видео в своих постах и предлагаем своим друзьям или широкой аудитории повторить это за нами. Публикация таких челленджей позволяет увеличить число посетителей аккаунтов наших учреждений культуры в социальных сетях. И в этом есть, конечно, небольшая хитрость, потому что, когда ты посмотрел интересный и популярный челлендж, то ты обратишь внимание и на другие публикации этого аккаунта, что там происходит. А там есть и совершенно потрясающие мастер-классы, совершенно потрясающие музыкальные занятия. Причем мастер-классы для разной аудитории, для зрелого поколения, для самых маленьких, просто для мам, которые находятся с детьми дома и рекомендации, чем заняться, собственно, в это высвободившееся время. Музыкальные занятия абсолютно разной направленности, в том числе и на инструментах музыкальных. Интересные подборки готовит наш Индсовский центр развития культуры. Очень рекомендую посмотреть, зайти на страницы Индсовского центра развития культуры. И для воспитания в клубы «Изумрудный город», это для семьи воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья можно много интересного увидеть. Можно увидеть материалы, посвященные и уже готовящимся к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Можно увидеть зарядки, разминки, доступные для... Руки вокала, мастерские. Бесконечное число публикаций. И новое поколение «Большие веземы». Удивительные обзоры настольных игр. У всех у нас есть настольные игры, и можно их сейчас заказать и через интернет. Для нас эта услуга сейчас доступна. Прекрасные обзоры настольных игр. Прекрасные спортивные обзоры. И если возникает сомнение, что нельзя футболом, настольным теннисом и большим теннисом, баскетболом и волейболем заниматься в домашних условиях, наши наставники говорят, что, оказывается, это возможно. Определенные упражнения, определенные навыки можно вырабатывать и, собственно, находясь в домашних условиях. И для многих из нас это было настоящим открытием. Мы, наверное, этого бы не узнали. Очень интересные публикации театрального центра «Жаворонки». Это и мастер-классы по театральному искусству, по сценической культуре, по сценической речи, вокальные уроки и трансляции спектаклей. Трансляции спектаклей Немчиновского культурно-досугового центра и Леденцовского любительского театра. Как позиционируют себя библиотеки в этих условиях? Мы, может быть, мало внимания обращали на наш книжный фонд, который, я имею в виду, конечно, не сотрудников библиотек, я имею в виду наших посетителей библиотек, которые зачастую в библиотеку теперь уже приходят не столько за книгой, сколько за новыми впечатлениями для того, чтобы провести интересный активный досуг. Наши библиотеки готовят очень интересные книжные обзоры, благодаря которым можно заглянуть на свою книжную полку и обратиться, может быть, к забытой книге или книге, которая есть в библиотеке родителей, а то и бабушек, и дедушек, которые заслуживают наше внимание. И присмотреть для себя новинку литературы, которую можно будет получить, опять же, когда мы уже получим доступ к библиотеке, или заказать онлайн и купить эту книжку, или посмотреть в электронной библиотеке. Работа кипит? Работа кипит. Ирина, ты рассказала, конечно же, о работе домов, культуры, театров, библиотек, а как в таком режиме работают музеи и наши Одинцовские парки? Ведь на них тоже всегда лежала огромная нагрузка по созданию и организации досуга для посетителей. Следует отметить, что в наших парках работают очень опытные культорганизаторы и инструкторы. И очень высокопрофессиональные. И сейчас, зайдя в аккаунты в социальных сетях наших парков, парка Раздолье, парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, Захаровский парк. Можно увидеть очень интересные мастер-классы. Уроки по живописи. Спортивные инструкторы предлагают в очень доступной форме разминки спортивные занятия для поддержания тонуса тела, ориентированные на абсолютно разный возраст. Как на семейные занятия, так и индивидуальные занятия с очень разной нагрузкой. И, конечно же, очень скучают инструкторы по своим посетителям. И, конечно, весь персонал парков очень скучает по этой жизни, которая кипит в парке. Сейчас же парки закрыты, парки опустили. Мы не закрыли двери выставочных залов и холлов наших музеев. Одинцовский историко-краеведческий музей очень активно рассказывает о предметах своего музейного фонда. И если мы с вами раньше приходили в музей и видели как бы в комплексе все, что мы видим, в определенном зале, определенный набор предметов, в общем, нам экскурсоватор рассказывал, делая акценты на той или иной части выставочного зала, экспозиции, сейчас мы очень подробно рассказываем о всех предметах, которые можно потом прийти, увидеть, посмотреть своими глазами и окунуться в их истории. Очень много публикаций, посвященных истории нашего края, истории людей, которые оставили свой абсолютно неизгладимый след, которые сформировали наше прошлое и теперь уже настоящее. Уроки живописи совершенно потрясающие предлагает Одинцовский историко-краеведческий музей. В общем, нужно заходить на наши странички. А для того, чтобы побольше узнать, так сказать, погрузиться в это пространство, в все сферы культуры, можно сойти на сайт Комитета по культуре, администрации Одинцовского городского округа в любой поисковой системе и увидеть афишу публикаций, интернет-публикаций всех наших учреждений культуры. Она ежедневно обновляется. И если вам полюбится тот или иной аккаунт в наших сетях, то мы будем очень благодарны и вашим отзывам, и увеличению, конечно, сердечек под нашим. Количество лайков должно резко возрасти. Ирина, я знаю, что продолжается работа над проектом по созданию книги сказок. Да, наш любимый конкурс «Мы сочиняем и рисуем сказку». Он находится в завершающей стадии. Конкурс 19-20 года. Председателем жюри в этом году стала писательница Тамара Крюкова. Жители нашего округа, независимо от возраста, могли написать сказку и проиллюстрировать ее. И комитетное жюри определяло победителей. И из лучших сказок, которые определила жюри, мы сейчас собираем сборник. Надеемся, что он очень скоро увидит свет. Сборник очень красивый, яркий, интересный. Мы, конечно же, ждем и председателя жюри к нам в ГУСе, для того, чтобы пообщаться с участниками. И приглашаем тех, кто захочет принять участие в следующем конкурсе «Мы сочиняем и рисуем сказку». Потому что, конечно, каждому приятно увидеть книгу со своим собственным произведением на своей книжной полке, в своей библиотеке. Спасибо огромное, что пришла сегодня к нам. И, наверное, от тебя несколько слов всем тем, кто скучает по домам культуры, кто скучает по музеям, кто скучает по паркам, кто скучает по всей той активной жизни, которая была раньше и сейчас находится на режиме самоизоляции, неукоснительно выполняет все рекомендации, остается дома и подключается ко всей вашей активной жизни онлайн. У нас с вами есть уникальная возможность поближе познакомиться с теми шедеврами, которые на протяжении веков создавали для нас выдающиеся идеи телекультуры и искусства. У нас с вами для этого не было раньше времени. А теперь для нас доступно абсолютно все мировое культурное пространство. Обязательно найдите в этом место для своей малой Родины. Увидите и услышите о тех людях, которые формировали историю, события, атмосферу той жизни и того времени, в котором мы сейчас с вами находимся здесь, на своей малой Родине. Наш Одинцовский городской округ славится интереснейшей историей, глобальным культурным наследием. И сейчас это все нам доступно. Потом у нас снова не будет времени все это увидеть и услышать. Но мы уже будем наполнены. Поэтому, как и все люди культуры, я призываю любые катаклизмы использовать только для развития, для личного наполнения, для творческого роста. Можно увлечься любым направлением искусства. Можно начать рисовать, можно начать петь, можно начать играть на музыкальном инструменте. И, может быть, потом это станет одним из самых важных увлечений в вашей жизни. Наполняйтесь. Наполняйтесь духовно. Наполняйтесь интеллектуально. Наполняйтесь любовью к себе, к своим близким, к друзьям. И любовью к истории, культуре и искусству родного края. Спасибо, Ирина. Берегите себя, оставайтесь дома и смотрите телеканал Одинцова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...